Логарифмы и логарифмическая функция. Давайте еще раз вернемся к уравнению 2 в степени х равно 8. Мы только что такие решали. Правую часть мы представляем как 2 в 3, основания равны, степени равны, значит, показатели тоже равны, х равно 3. Мы мгновенно решили это уравнение. А как быть с уравнением 2 в степени х равно 7? Давайте подумаем. Если мы возводим 2 в квадрат, мы получаем 4. 2 в третьей степени это 8. А в какую же степень надо возвести 2, чтобы получить 7? Как бы мы ни старались подобрать этот х, сделать мы этого не можем. Если я нарисую эскиз графика показательной функции у равно 2 в степени х, я увижу, что в какой-то момент действительно 2 в степени х равно 7. То есть такой х есть, у этого уравнения есть решение. Но мы никак не можем с помощью тех средств, которые у нас есть, записать это решение. В этом случае нам тоже придется ввести новую функцию, новое математическое понятие, понятие логарифма. Для того, чтобы выразить вот этот показатель степени, в которую надо возвести одно число, чтобы получить другое. Итак, х равен логарифму 7 по основанию 2. То есть показатель степени, в которой надо возвести число 2, чтобы получить число 7. Вот оно, единственное решение данного уравнения. Это число иррациональное. Число, которое больше 2 и меньше 3, более точно мы можем найти его с помощью таблиц или с помощью калькулятора. Дадим определение. Число С называется логарифмом B по основанию А, если А в степени С равно B. Это равенство справедливо, если А больше нуля, А не равно единице, и B тоже больше нуля. Итак, логарифм числа B по основанию А – это показатель степени, в который надо возвести А, чтобы получить B. Приведем примеры. Логарифм 9 по основанию 3. В какую степень надо возвести 3, чтобы получить 9? Во вторую, значит, логарифм равен 2. Логарифм 1000 по основанию 10. Мы еще скажем, что здесь есть специальное обозначение. Десятичный логарифм. В какую степень надо возвести 10, чтобы получить 1000? В третью логарифм равен 3. Логарифм 16 по основанию 2. В какую степень возвели 2, чтобы получить 16? В четвертую логарифм равен 4. Далее, логарифм 1,5 по основанию 5. Минус единица, потому что 5 в минус 1 – 1,5. Логарифм 1,81 по основанию 3. В какой степень мы возвели 3, чтобы получить 1,81? В минус 4 логарифм равен минус 4. Чуть-чуть более сложные примеры. Логарифм 9 по основанию 81. В какую степень возводим 81, чтобы получить 9? 9 – это корень из 81. Значит, этот логарифм равен 1,2. 81 в степени 1,2 – это корень из 81, это 9. Логарифм корня из 6 по основанию 6. Тоже 1,2, потому что 6 в 1,2 – это и есть корень из 6. Логарифм 1,4 по основанию 1,2. В какую степень возвели 1,2, чтобы получить 1,4? Очевидно, в квадрат логарифм равен 2. Чуть-чуть более сложный логарифм 5,4 по основанию 0,8. Давайте посчитаем, в какую степень возвели 0,8. Я могу записать основание как обыкновенную дробь, как 4,5. И я знаю, что при возведении в минус первую степень дробь переворачивается. А здесь как раз перевернутая дробь, значит, логарифм равен минус 1. Логарифм с основанием 10 называется десятичным и записывается вот так вот, без буквы О. Л, Г. Например, десятичный логарифм 100 равен 2, потому что 10 в квадрате – это 100. Но десятичный логарифм одной тысячной минус 3, потому что 10 в минус третьей – одна тысячная. Десятичный логарифм корня из десяти. Одна вторая, потому что 10 в одной второй – это и есть корень из десяти. В курсе школьной математики мы рассматриваем десятичные логарифмы. И еще у нас будут натуральные логарифмы, то есть логарифмы по основанию Е. И о числе Е мы поговорим чуть-чуть попозже в теме производная. А чему равно, например, такое выражение? Логарифм минус 4 по основанию 2. Давайте вспомним свойство показательной функции. Она всегда принимает только положительное значение. В какой бы степень мы не возводили число 2, мы не получим отрицательное число. Значит, такое выражение просто не имеет смысла, не существует. Мы можем сказать, что выражение логарифм b по основанию а определено для b больше нуля. А больше нуля, помните, мы говорили, основание показательной функции положительно. И кроме того, а не равно единице. Почему это так? А потому что вот такое выражение, например, логарифм 5 по основанию 1, тоже не имеет смысла. В какую бы степень мы не возводили единицу, мы не получим число 5, мы получим только единицы. Итак, выражение логарифм b по основанию а существует, когда b больше нуля, а больше нуля, и а не равно единице. Итак, выражение логарифм. Итак, выражение логарифм.